Приветствую вас. Ну что же, давайте разберём ваш вопрос. Спрошу, дайте совет. Мой мужчина-жена, у него есть ребёнок. Сейчас мы живём вместе, я, он и он, мой ребёнок и его. Его ребёнок ждёт нам и ждёт маму, у нас хорошие отношения. Меня беспокоит, что он не разведён ещё год, я пытаюсь добиться развода от него. Он говорит, что бывшая жена не даёт развод, а он не хочет ругаться с ней за ребёнка и ждёт, когда бывшая сама позволит расцвестить. Она всегда находит маску, чтобы не встречаться и не идти подать заявление. Я считаю, что она обижена на него, он ушёл, хотя он больше не любил друг друга и делает это специально. Меня это шутка бесит до такой степени, что я изложу себя и его этим. Я не знаю, что делать. Аноним. А что делать, чтобы что? Ну вот, чего хотите там? От психологов. Я думаю, что ситуация здесь непростая. И непростая она в первую очередь в том, что на одной стороне находятся ваши ценности относительно того факта, какими должны быть отношения. Должны ли это быть отношения в браке, без брака, с незвободным мужчиной или свободным. С другой стороны, здесь вопрос вашей ответственности за подобного рода отношения. То есть, если вы, условно говоря, выбираете какие-то отношения, какие-то ценности, то нужно их продвигать, нужно им следовать, нужно их оберегать. Никто, кроме вас, этого не сделает. Абсолютно. И в этом контексте, в этом контексте, а немножечко странно, наверное, выглядит, немножечко странно, наверное, звучит позиция ваша, при которой вы, как бы, говорите. Что, ну, вот, как бы, мужчина женат, он мой. Ну, то есть, вы его буквально называете своим мужчиной. Но в то же время требуете от него развития. Зачем ему расходиться? Если вы с ним начали встречаться и проживать, когда он женат уже. С понимаете, какая штука. Я скажу банальную вещь, но если вдруг у вас что-то не получится с ним, он просто уйдет сразу, вероятно, к своей жене. Поэтому, а может быть и не уйдет. Это больше из области догадок. Это не так важно, как важно именно несоответствие вот вашей такой позиции тому, что вы делаете. Да? Да? Ну, понимаете, ну, вот, в чём, в чём, в чём штука, она именно в этом. Она не в том, что вам делать. Штука именно заключается в том, что вы как бы сами себе изменяете, вы сами себя предаёте. Вот. Следующее. Из какого чувства, из какого переживания вы так много придаёте значения разводу мужчинам, с которым вы сейчас вот… ну, в отношениях. Из какого чувства, из какого… ну, желания, из какой потребности, если угодно, вы придаёте так много значимости тому факту, разведётся мужчина или нет. Это очень важно, потому что лично у меня сложилось такое впечатление, что вам вот не столько уже сам человек интересен, сколько вот его статус. И на мой взгляд, это в какой-то степени проблема. Потому что, извините, если сам человек вам не сказать, чтобы интересен, а интереснее социальный статус, то это вызывает вопрос, может быть, именно это вам и мешает его принять, может вам именно это мешает его, ну, принять его позицию, позицию, которую, в принципе, вы же выбрали сами, по большому счёту. Я думаю, что в этом может быть серьёзная проблема. Я, конечно, не знаю всех деталей, безусловно, но мне кажется, как минимум, что в этом может быть трудность. Да, вам, вне всякого сомнения, там, не нужно мириться с тем, что вас не устраивает, да? Но и не считаться полностью с тем, что происходит, на мой взгляд, тоже является ошибочной позицией, позицией, игнорирующей реальность. Вот. Я думаю, что глобально вы сомневаетесь в своей ценности, как женщина, как человек. Я думаю, что глобально вы боитесь быть отверженной и быть одинокой, боитесь одиночества в смысле, а думаю, что это потому, что у вас уже вот есть ребёнок, а значит, ну, как минимум, да, как минимум отношения с, ну, вот с отцом этого ребёнка сложились не очень хорошо. И новые отношения тоже складываются не очень хорошо. И, на мой взгляд, это повод, эээ, повод задуматься, на мой взгляд, это повод, эээ, повод, эээ, в первую очередь, наверное, разобраться в себе, эээ, в том, чего я, собственно, хочу вообще от отношений, чего я хочу от мужчины и могу ли я это от него получить. Вот. Я бы, я бы, наверное, я бы, наверное, в этом ключе бы поразмышлял. Я бы поразмышлял о том, насколько цена и интересна мне моя жизнь. И что я мог, могла бы и хотела бы, эээ, ну, вот, как-то со своей жизнью, эээ, ну, сделать. Вот. Я, я думаю, что с такой точки зрения вам можно ответить. А психологи не дают советов, эээ, анонимно. Это тоже очень важный момент, на который, вероятно, вы не обращаете внимания. Ну, оно и понятно вам, это не нужно. А нам это, в общем-то, очень важно, что мы не даём советов от слова совсем. И это, эээ, по сути, эээ, является перекладыванием ответственности. То есть, эээ, мы, как бы, эээ, берём ответственность за вашу жизнь. Это, на мой взгляд, неправильно. И быть такого, как мне кажется, не должно. Вот. Поэтому на советы психологов я бы не рассчитывал. Эээ, я бы рассчитывал больше на помощь в том, чтобы разобраться в себе, если вам это интересно. И на улучшение качества своей жизни, глобального. Вот. Но при этом гарантировать вам, что вы, ну, что вы останетесь, эээ, вот, со своим мужчиной, да. Эээ, я бы, вот, не стал. Потому что вариантов тут, эээ, ну, на самом деле, может быть довольно много вариантов. Если вы, например, займётесь, эээ, ну, собой, если вы займётесь, эээ, психотерапией, то, может быть, такая штука. Может быть такая история, что вам этот мужчина будет уже не нужен. Вот. Потому что, по большому счёту, вы, вот, к сожалению, ошибаетесь, говоря о том, что, что это ваш мужчина. Вот. Он не, он не, он не, он не ваш мужчина. Ага, вот. Он не принадлежит вам и. Эээ, дело здесь не только в том, что он, эээ, женат, да, а дело здесь, эээ, ну, как бы, скорее в том, что, эээ, что, в принципе, человек, не может быть. Эээ, чем-то. Вот. Вот. И то, и то, что, вот, эээ, то, что вы, эээ, как-то, вот, так, говорите, что мужчина, вот, мой, да, ну, это. К сожалению, вызывает. Вопросы. Больше. Вопросы о том, как вы относитесь, эээ, к нему, к нему, к эээ, ну, вот, к человеку. В данном случае. Эээ, на этом всё, я надеюсь, что вам это было полезно и интересно, надеюсь, что, эээ, дал, дал, эээ, вам, эээ, вот, эээ, какую-то, какую-то пищу для размышлений. Эээ, надеюсь, что вы, эээ, для себя выводы сделаете, надеюсь, что вы, эээ, дадите какую-то обратную связь. Эээ, ну, на мой ответ, на ответ коллег моих, эээ, моих, которые вам отвечали. Эээ, вот, и, соответственно, начнёте, эээ, процесс психотерапии и начнёте как-то выправлять свою жизнь, обретать над него. Эээ, вот, и всё-таки больше, как, как-то вот в этом смысле, эээ, стараться эээ, слушать ээээ себя, ну, вот, эээээ, свои желания, свои чувства, но не эээээ, чувства и желания, там, ну, других, да, потому что, ээээ, ведь, ээээ, то, что он, мужчина, ээээ, не хочет, ээээ, ругаться со своей, ээээ, супругой, это его выбор. Он этот, он этот выбор, ээээ, в принципе, делает, эээээ, на мой взгляд, довольно осознанно, он, ээээээ, сознательно идёт, на этот выбор, вот, и, это даёт вам ээээ, в свою очередь, как мне кажется. Эээээээ, ну, в общем и целом эээээ... Делать свой выбор так же. Вот. Вопрос заключается только в том, привыкли ли вы делать этот самый выбор? Умеете ли вы его делать? Знаете ли вы, как это? Или нет? Ну вот, судя по. Тому, что вы описываетесь. Вот. К сожалению, судя по тому, что вы описываетесь. Я боюсь, что выбор делать вы не умеете. К сожалению. К моему большому сожалению. Вот. И если так, то... В этом абсолютно ничего страшного нет. Мы вам... Ну... Можем... В этом смысле помочь. Никаких... Никаких... А... Проблем с этим... Нет. Нужно, чтобы вы захотели сами. То есть, нужно, чтобы вы... Ну... Ну... Ну, пришли к этому. Вот. Нужно, чтобы вы... Ну... Дошли дошли до этого. Чтобы вы... Чтобы вы увидели. Что вот. Как бы... Дело-то не в... Дело-то не в... Дело-то не в... Ну... Ну... Не в... Мужчине... Да... А... А... Ну... В этом смысле. Дело не в нем. А... Тут как бы история во мне. Вот. Тут... Тут история-то... Больше про меня. Вот. Тут история про мой выбор. Про мой путь. Про мои действия. Про мои... Эээ... Ценности. Про мои... Приоритеты. И... Про мои чувства. Тоже. Вот. И... Если... Этим... Если этим вещам... Не уделять внимания... То... Ситуация будет... Эээ... Ну... Весьма... Весьма... Печальная. Потому что... Эээ... В этом смысле... Вы всегда... Эээ... Будете... Иметь... Риск... В... Отношениях... В... А... analyst... Эээ... Эээ... В... 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 отношения. Но там всё будет так же, потому что вы будете оставаться такой же. Вот то, что хотелось вам сказать. Я вам желаю всего самого доброго, я желаю вам удачи, я надеюсь, что вы сделаете выводы и выберете себе специалиста и начнете работу. Всего вам самого доброго.